видите ребята хочу вам показать никакого на есть вкусняшка сегодня уже 10 февраля 2024 года и размораживаем вот таких больших контейнерах тут действительно литры 30 контейнер заморожена черешня черешня лично самого сада крупно такая называется валеричка вкусно мясисто и так как поперед того года я сама дерево подкормила показала да скільки вокруг дерева я обкопала сделала подкормки якой подкормки то одни дерево такие дала урожай 2023 году и сушили в дегидраторе всю черешню и замораживали и кушали и пастил ушла очень вкусно пишите комментарии замораживаете ли вы черешню или нет ну ладно суть о том что я сегодня наробилась на хозяйстве что после вчерашней у нас контрольного взвешивания перепелов зашла в дом а кушать хочется думаю зварим сладкий рис сладкий рис это варится рис туда можно добавить или сухофрукты или яблоки крупно накрошить ну кто что хочет или даже заморожене вишни черешня но заморожене вишни черешня лучше скушать свеже в состоянии и думаю а у меня десь там было пол банки яленой сливы открываю шкафчик открываю шкафчик а там вообще вообще что осталось а в тарелке что осталось я в тарелку насыпаю эту сливу и вот мы соби кушаем там с орехами сливу прикуску видите гидкие орехи уже скушали не мая но банка уже все пуста орехи надо набивать набиваем постоянно и вот такая слива ну куда пропала слива а вчера костя меня спрашивала мама где сливы кажем внизу в шкафчику и вот как виних гарненько обприходил эти сливы это слива угорка вона самого сада собирала я эту сливу чтобы была максимально зрила сладко и тоже сушила в дегидраторе есть видео очень много у меня на youtube-канале хитру кире на жизнь очень много показывала видео как я в дегидраторе вялю сливу при правильной температуре ну что ж это как раз может даже мне хватит может мне не хватит как бы чугунок у меня на три литра риса я купила на три литра я сейчас возьму сливки можно какие просто ценненькие после того как вариться рис кинуть а можно будет и разрезать на две части значит что я сделаю костя вчера спрашиваю мама доделайся сливы так доброе что у меня еще есть вот такая банка сливы у меня есть вот такая у меня есть еще другая слива это круглая мясиста законсервирована в банке в кайпе крышкой если вы делаете консервацию до консервируйте а я или пастилу или сухофрукты вот или такими крышками для соленья воли дороже стоит у них крепких надо в горячую воду допуска так надо а ты мне не откриешь примашкой получится твое а ты что сомневаешься осторожно горлышко не здесь помарайку нажмала закрывала вот такие крышки такие вот такие крышки это ж херсонские крышки да такими крышками можно банки по уничтожить ну да можно по портой банки а хотя вот внутри они вот это мго что несколько раз я использую я неправильно выискала как пахнет их можно где усус присутствует а раньше при савдапе бабанина там каким-то ключом ревняла и потом использовала несколько раз я не знаю я не использовала но таке было сейчас дивимся что тут у нас это шо баркоса а нет это слива вот эта вот круглая у нас пахнет так ты ж уже взяла теки не дуже их и наедайся на ночь водички потом придется пить сладка не видите какая красота либо вообще чтобы она была полностью перезрившая в ней фруктоза была фруктоза не зеленая слива ничего никаким сиропом не обдавала все вам показывала можете подавиться у меня на канале вкусная когда перестри перезрившу ну не мину конечно представляешь оцениваешь самая натуральная а вот когда ребенка хотим там есть я посмотрю да я не как и патирюку забря ребенок не уберется банки на стене ешь запаху достать там так как здесь я скажу чтобы скушечку скушечку сняла ялюлые вегидаторе надо брать такую чтобы упала або перестыгшая слива она будет сухая и такая вона нестишь вона как зеленая перестыгшая кожу свою получается сняла и сама пюрешку саму пюре ой манаж пюрешку дайте ребенку ага снимула эта дитина а то печкаете не химикатами а потом горячо у них такие сильные больные дети да скажи хто ацетоны у них то всякое ерунда ацетоны да а почему вы их печкаете очень больные дети у меня берут або яйца перепелини або мясо перепелини для детей маленький 3-4 годика мне уже ацетон херяча я вот это сливу ем ялюну яку сушила сама в дегидраторе и скажу боже яка ароматна от сливовый вкус раньше колись карамельки были рубль двадцать при савдапе и там таке повидло было а если сейчас конфеты вот покупать какие там химозины даже варенье акварят мамаши бабушки мамочки сколько херячить туда консерванта и кажут не мы готовим там к примеру сухофрукты без консервантов читаем какие заготовки без консервантов так сахар есть той же самый консервант сахар соль уксус даже они не знают что таки консервант або кажут без химии вот видите на столе морожене черешни Ольга добываю лоточка лоточек на три литра черешенька наша Валерий Чкалов мороженое червяками каиш да вкуснее с червяками я камня сыста тоже черешню геть тыгла аж чорна да чтобы была с червяками полякали чтобы была с червяками с червяками вкуснее ой как вкусно и сливка вот так живешь как мне там один дяденька написал під видео про моих перепелов пише вона трудоволик пиши мне что я трудоволик как трудоволик кушает натуральные продукты все-таки сухофрукты ягоды и фрукты а какое мясо есть трудоволик холодочек и сыровялочку у каждой свои ценности в жизни да но эта слива круглая очень вкусная а у меня там шарит варится сливой и льоны так ты трудоволик на есть натуральных продуктов так охлаждаются на вечер после тяжелого трудоволического рабочего дня